Привет, друзья! И да, это долгожданное на самом деле видео не только для вас, но и для меня, потому что я удивлялась, почему я не сняла об этой породе раньше. Потому что я люблю эту породу. Моя Линда, в принципе, отчасти немецкая в чарках, хоть и белая. И мне есть действительно что рассказать, потому что я горячо-горячо люблю эту породу. И иногда мне очень грустно о ней говорить, иногда мне о ней весело говорить, но давайте обо всем в порядке. В общем, не самых приятных вещей про эту породу. Я в этом видео не буду рассказывать вам происхождение этой породы, откуда она взялась, откуда она появилась. Во-первых, вы большинство об этом знаете. И я скину вам внизу ссылку на один очень-очень хороший фильм. Он на английском языке, но не обязательно знать английский, чтобы его понимать. Фильм о том, насколько изменилась вообще порода немецкая в чарках за 50 лет, что заводчики с ней сделали, какой она была и что из нее сделали. В общем, этот фильм для меня был очень тяжелый. Он очень достаточно правдивый, печальный, с печальным концом. Но я, конечно, безусловно, надеюсь на лучшее. И очень-очень советую посмотреть вам этот фильм, если вы интересуетесь этой породой. Если вы тоже, как и я, замечаете, что творится вообще с этой породой, что из нее сделали, какого инвалида, то думаю, что вам понравится. Окей, если вы тот самый человек, который собирается либо приобрести эту собаку, либо просто интересующийся, то думаю, вам будет интересно прослушать, как правильно выбрать немецкую овчарку, чем нужно для этого обладать, какими знаниями. И если вы уже посмотрели этот фильм, то можете смотреть дальше. В таком случае вы будете грамотно подкованы человеком. Скажем так, что самое главное в выборе собаки? Просто подумайте. Да, самое главное, это выбрать здорового щенка. Чтобы потом не было никаких проблем, чтобы вы не переживали, не тратили много денег на его лечение и, не дай бог, не потеряли свою собаку в самом расцвете лет. Что у немецких овчарок, давайте будем честными, это очень распространенное явление. Если вы хотите именно чистопородную немецкую овчарку, не покупайте на авито вот этих дешевых собак, которых повязали для счастья, которых повязали просто, ну им так захотелось, либо случайно, либо, знаете, бывает, вяжут немецких овчарок, бельгийских овчарок вместе, и получается, черт пойми что. Если вы человек с добрым сердцем, с широкой душой, просто хотите взять дворняшку с какими-то овчарчими кровями, пожалуйста, ради бога, вы действительно вызываете у меня уважение, и вы сделаете очень доброе дело. Но я хочу, чтобы вы действительно учитывали тот фактор, что вам придется очень следить за здоровьем такой собаки, которая, в принципе, не является овчаркой. Поэтому, друзья, будьте очень внимательны, последовательно и осторожны в этом вопросе. Найти хороший питомник с хорошими отзывами, хорошими собаками, которая уже зарекомендовала себя, как действительно надежный питомник, где вы точно не наткнетесь на какую-то подделку. Друзья, и в свою очередь могу сказать, что такие щенки не стоят дешево, и это оправданно. Это действительно оправданно, что вы получите хорошую, здоровую, главное, здоровую собаку с хорошим экстерьером, с нормальной, уравновешенной психикой. То есть действительно это будет представитель породы, который принесет вам только радость и счастье. То есть, друзья, вы знаете, когда я была помладше, когда я еще в этом деле не разбиралась, мне, честно говоря, было все равно, ну, овчарка и овчарка, вот если мне какая-нибудь возможность попадется, я обязательно возьму любого щенка. То есть я настолько любила всех собак, я сейчас всех собак люблю, но вот именно если выбирать немецкую овчарку, я знаю, насколько это слабая порода в плане здоровья, как ни странно, если вы взяли собаку у непроверенных родителей, то это чревато, конечно, последствиями не только для пса, но и для вас. Поэтому, друзья, будьте очень внимательны, смотрите на родителей, смотрите на тесты, смотрите видео, обязательно смотрите видео, потому что вам могут предоставить огромное количество документов, но документ любой можно поделать, серьезно, вот что бы вам ни показали, не верьте. Смотрите видео, смотрите на живых собак, это гораздо более покажет вам психику и физическое состояние собаки с именно честной, объективной стороны. И первое, самое главное, на что стоит обратить внимание, это тест о дисплазию суставов. Это то, чем пострадают практически 80% овчарок. Поэтому как-то предугадать, разобьется это у собаки или нет, конечно, очень сложно. Но, по крайней мере, смотрите на родителей, смотрите на тесты самих щенков. Если они отрицательные, то, боже мой, слава богу, хватайте этого щенка и просто берите сразу. Что такое вообще дисплазия суставов? Если говорить очень грубо, то с возрастом ваша собака просто будет еле-еле ходить, ей будет очень сложно, очень больно, это по сути воспаление суставов. Вот. И собаки с дисплазией живут мало, они мало двигаются, им тяжело двигаться. И особенно подвержены дисплазии те немецкие овчарки, которые в возрасте до года, так скажем, очень активно бегали, прыгали, поднимались по лестнице, то есть именно, ну, даже не ходьба, не бег, а именно прыжки вверх, прыжки в длину. То есть нежелательно загружать немецкую овчарку такими вот упражнениями в первый год жизни. Отсюда вытекает, так скажем, второй побочный эффект разведения. Это гигантизм. Если мы посмотрим на старый тип немецкой овчарки, то они там все достаточно хрупкого телосложения, по крайней мере, менее крупного, чем сейчас. Они достаточно легкие, они очень гарциозно сложены, они высокие, но тем не менее, в них нет вот этой тяжелокосности, тяжеловесности. Немецких овчарок очень гигантских, очень крупных, с крупным костяком, с большими мускулами, и, безусловно, это очень-очень большая нагрузка на суставы. Если такая собака еще будет бегать, прыгать и скакать ввиду своего темперамента, то есть, конечно, шанс, что собака умрет гораздо раньше, чем хотелось бы, что очень грустно, что очень плохо. Друзья, чтобы максимально вам представить идеальную немецкую овчарку, не только в моем понятии, но и в понятии очень-очень многих людей, интересующихся этой породой, то есть, идеальный тип немецкой овчарки. Идеальный тип это белая швейцарская овчарка, то есть, та же, по сути, немецкая овчарка, только белого цвета. У этих собак дисплазия встречается гораздо реже, чем у немецких овчарок, у них более крепкое здоровье, и внешне они представляют собой именно немецкую овчарку старого типа. То есть, вот если вы посмотрите, то вы обязательно увидите разницу. То есть, это идеальный старый тип. Вернуться к такому типу, конечно же, очень сложно. Но, я думаю, что нет ничего невозможного. Будем надеяться, что наши заводчики как-то решат эту проблему, потому что не хочется, чтобы настолько популярная и умная порода канула в небытие. Немецкая овчарка это безумно умное, послушное и понятливое существо. она способна достигнуть такого умственного развития, которое можно сравнить с разумом пятилетнего ребенка. То есть, представьте себе, насколько это понятливое существо, которое жить не может без человека. В отличие от тех же лабораторов, немецкая овчарка выбирает в семье чаще всего одного хозяина и очень сильно к нему привязывается. У немецкой овчарки отлично развитые охранные и защитные инстинкты. То есть, если вы хотели себе хорошего охранника, то вы, конечно, по теме. Но, друзья, все эти прекрасные качества разовьются у немецкой овчарки только в умелых, опытных руках. Если вы новичок, то вам одном будет чертовски сложно справиться с этой собакой. Потому что из нее как легко сделать испорченную, вечно гавкающую и кусающуюся собаку, абсолютно непослушную и неподатливую дрессировке, так и просто получеловек. Все зависит только от вас. Настолько это, скажем, как пластилин собак. Вот куда вы ее потянете, туда она за вами пойдет. Поэтому, как я люблю повторять, что собака это отражение вас самих только еще с вашими недостатками. То есть, вы кроме собаки еще воспитываете сами себя. Поэтому, друзья, конечно, если вы новичок, вы безумно хотите немецкую овчарку, заводите, боже мой, конечно, заводите, если вы фанатеете от этой породы. Но, вы знаете, даже если бы я завела немецкую овчарку, хотя у меня достаточно большой опыт воспитания собак, то я бы пошла, конечно, к грибировщику, я бы пошла к тренеру, я бы обязательно прошла и ОКД, и ЗКС, потому что не хочется иметь невоспитанную, неуправляемую немецкую овчарку. То есть, это как-то даже, не знаю, перед самой породой стыдно. Кроме того, почему еще важно закончить курс ОКД и ЗКС, потому что, если вы собираетесь в будущем иметь щенков, если вы собираетесь вязать вашего кобеля, и если вы хотите делать все по правилам, если вы не хотите портить свою породу непонятными вязками, да, случайными, то вам потребуется, так скажем, добро от федерации, вы должны дать разрешение на вязку. И все рабочие собаки, собаки рабочего типа, обязательно должны иметь корочку ОКД и желательно защитно-караульная служба. То есть, без этого вас просто не допустят до вязки. И, собственно, почему я это говорю? Потому что в моем городе, например, много немецких овчарок, да, около 5-6 штук, наверное, мы видим, но воспитанных из них от силы одна-две собаки. Вот именно таких воспитанных, послушных, и насколько легко из такой собаки с такими хорошими данными превратить вечно лающую, агрессивную, рычащую собаку, которая просто либо шугается всего, либо тянет хозяина, что он просто летит за ней, как пушинка, это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. И очень часто встречаются именно молодые ребята, молодые хозяева, подростки, которые гуляют с такими собаками, просто не уделяя элементарного воспитания собаки. Ну, и понятное дело, что мы сейчас видим. Ну, никакого воспитания. И порода, так скажем, все ее прекрасные качества, весь ее ум, вся ее красота, она, в общем, взрывается. Талант уходит в землю собаки. Его никто не развивает. Друзья, я говорю это к тому, что если вы возьмете щенка немецкой овчарки, щенка белой швейцарской овчарки, щенка Ротвеллера, щенка Лабрадора примерно одного возраста, то вы поймете, что особой разницы между ними нет. Они все щенки, они занимаются своими делами, они все очень похожи по своему характеру. Вот. И все, что из них вырастет, зависит только от вас. То есть не думайте, что вы купили немецкую овчарку, и она будет сразу такой умный, просто как комиссар Рекс, просто вот так сидеть смирненько по стойке. Нет, она такой же щенок, как и все остальные. И все, что вы из нее вылепите, зависит только от вас. И опять-таки, я повторю, это действительно порода, которая требует ответственности и, я бы сказала, хозяина-фаната. То есть, не знаю, мне кажется, что эта собака заслуживает только самых лучших опытных рук. И, но опять-таки, если вы новичок, но вы очень хотите, берите, потому что мечты должны сбываться, мечты должны обязательно сбываться. Просто подыщите себе хорошего инструктора, который будет вам подсказывать. Иногда от инструктора достаточно получить какого-то совета, и этого будет достаточно. В плане ухода, так скажем, собака чуть-чуть более проблемная, чем белая швейцарская овчарка, хотя бы ввиду того, что они попахивают. И это, конечно же, зависит от ваших обонятельных рецепторов, от того, как вы все это чувствуете, как вы это воспринимаете, и от самой собаки, безусловно, потому что какие-то немцы вообще не пахнут. Их мало, но они есть. Какие-то совсем чуть-чуть, какие-то так средние. А некоторые воняют так, что просто маму не горюй, беги и прячься. Поэтому, ну, если, конечно, собака живет на улице, то это хорошо. Вот. Поэтому учитывайте этот момент, и это не зависит от того, сколько вы собаку моете, не моете. Это именно такой врожденный собачий запах, от которого вы не можете избавиться. Поэтому, ну, вы знаете, мне на самом деле кажется, что это такая ерунда, потому что, если вы любите свою собаку, то ее запах кажется вам самым вкусным, самым приятным, даже если она бы вывалилась в какой-нибудь кредит. Серьезно, вот моя Лида даже лежит, вся такая непонятная. Я чувствую ее запах, и понимаю, боже, он мне нравится. Я ее люблю. Поэтому, для кого-то это недостаток, а для кого-то это просто, он не замечает этого. Потом, обязательно следите за состоянием ушей, зубов собаки. Ушки протирать, обязательно смотреть за их состоянием. Зубы, конечно же, хотя бы раз в неделю чистить специальной щеткой и зубной пастой для собак. Приучить к этому несложно, все возможно, то есть ничего страшного в этом нет. В плане шерсти особых проблем нет. Шерсти немцев хорошая, особенно, если немец короткошерстный. В принципе, все, что и других собак, мыть как можно реже или по мере загрязнения, там, от силы 2-3 раза в год. Ну, если, конечно, грязная погода, то, конечно же, чаще. С длинношерстными немцами, конечно, чуть побольше проблем, их нужно и вычесывать, и почаще мыть, но, тем не менее, справиться можно. Честно говоря, лично для меня, вы знаете, шерсть никогда не была особой проблемой, потому что есть шампуни, есть расчески, есть пылесос. Все, все спокойно, может решаться любые проблемы. Чуть не забыла еще пункт по поводу агрессивности, по поводу охраны и по поводу прогулок с немцами. Конечно же, длительные прогулки это обязательно, но еще больше я бы хотела уделить внимание именно занятия мозга собаки. Собака должна занимать свой мозг, собака должна анализировать, собака должна думать, собака должна выполнять какие-то задачи и функции. Немецкая овчарка должна иметь работу, неважно какую, пусть это даже, я не знаю, искать наркотики и просто приносить вам мячик. Не думайте, что для собаки, на самом деле, эти вещи одинаково полезны. Поэтому, если вы выходите на прогулку, не просто отпускайте ее гулять, обязательно занимайтесь, тренируйте ее, кидайте ей хотя бы тот же мячик. Повторяйте команды, потому что мозг немецкой овчарки должен работать, потому что это ее призвание, это ее работа, она для этого рождена, она для этого создана. В таком случае, вы просто увидите всю полноту красок и положительных качеств этой породы. А еще маленький пункт, тоже хотела я о нем рассказать, это охрана и защитные качества немецкой овчарки. Это, к слову, наверное, тому, если вы хотите себя, охранника в частный дом, тоже, вот, честно вам говорю, пройдите защитно-корольную службу. Это не только для собаки, не только для самой породы, но и для вас самих это будет очень-очень удобно. Чаще всего в частные дома берут собак, просто чтобы они лаяли, отпугивали там, да, возможных поров. Вот. Хорошо, но знаете, что постоянно лаяли он засаждает не только воран, да, которые проходят мимо, просто гуляют там и в магазин идут, но и самим владельцам дома это часто очень действует на нервы. Ну, в одном прикосновении они просто этого не замечают. Чтобы собака не мучилась, чтобы собака не страдала, ее, конечно, надо тренировать. Собака должна знать, где чужой, где человек, который представляет опасность, а где просто прохожий, который ничего плохого не сделает. И в чем еще плюсы защитно-каравольной службы? Защитно-каравольная служба позволяет вам спокойно спать и не бояться закона. То есть, если ваша собака вдруг нечаянно убьет вора или порвет его на части, или сделает им какую-то непоправимую травму, то вас, конечно, могут посадить. Да, тут уже, видите, уголовная ответственность. В чем виновата была ваша собака? В защитно-каравольной службе собака учит кусать в те места, которые, повреждения которых не принесет особо вреда человеку. То есть, чаще всего это рука и бы нога, но чаще всего рука. То есть, собака хватает и не отпускает эту руку, но она сжимает челюсть так, что не рвет вас. Она делает все, как ее учили в защитно-каравольной службе. То есть, он не будет цепляться вам в горло. Если собака, допустим, не прошла эти курсы, она может укусить вас куда угодно, вцепиться вам в лицо, в горло и так далее. И вы уже будете сами пожинать плоды своей собаки и вино будет вон только на вас. Поэтому, кроме того, собака будет узнавать чужих людей, узнавать своих людей и опознавать тех, кто реально представляет опасность. То есть, представьте себе такую ситуацию, вот взяли вы какую-то собаку для охраны, и она постоянно лает, 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 и вы думаете, боже, как она хорошо охраняет, к нам никто не заходит. Вот. Ну, вдруг будет случиться такая ситуация, что вдруг кто-нибудь захочет залезть вон, когда вас не будет дома. Собака полаяла-полаяла, увидела человека и просто продолжает на него лаять. И никаких телодвижений она не делает, либо просто забивается в свою будку. То есть, именно в таких экстремальных ситуациях поведение собаки предугадать очень сложно, если вы с ней не занимались этим. Вот. Поэтому, как бы, очень сложно предугадать, как собака будет себя вести. Собака, которая прошла защитную караульную судьбу, будет делать то, что то, чему ее учили, она сделает все скорее всего правильно, что не подничает вреда ни вору, ну, в той или иной степени, конечно, ни вам, ни самой собаке. То есть, друзья, будьте, как бы, с этим делом внимательны. И если вы человек неопытный, не нужно провоцировать немецкой обчарки агрессию. Ни в коем случае. Мне уже это заложено, мне заложена охрана и защита своего хозяина, своей территории. Поэтому с этим пунктом проблем никаких не будет. Так что, друзья, такое было бы длинное видео про немецкую овчарку. Я бы еще рассказала вам про питание собаки, но видео уже, наверное, затянется на долгие годы, поэтому я думаю, что на тему питания немца я, наверное, пишу статью в ВКонтакте, так что следите за мной в ВКонтакте. Думаю, что скоро время все там появится. Поэтому, да, друзья, если вам была интересна эта тема, у меня, например, было так интересно снимать ее, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующих видео. Пока-пока!